Здравствуйте! В эфире новости на русском. В студии Баку-Ньюс Аиба Назарова. Сначала коротко о главных темах выпуска. По итогам визита президента Казахстана в Баку президенты двух стран Ильхам Алиев и Касымжо Мартукаев подписали ряд важных документов. 24 августа Украина отмечает свой национальный праздник – День независимости. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Зеленскому. Временно дислоцированные в Лачинском районе российские миротворцы готовятся к передислокации. Уже начался демонтаж постов на въезде в Лачинский коридор и вдоль дороги со стороны Губадлинского района. Европейский суд по правам человека не удовлетворил жалобу Армении касательно города Лачин. А тем временем Азербайджан представил Европейский суд информацию о том, как армяне сжигают и сносят дома в селах Лачина. Дружественные и братские отношения между Казахстаном и Азербайджаном поднимутся на новую высокую ступень. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи один на один с президентом Казахстана Касымжо Мартом Токаевым. Глава государства выразил уверенность в том, что визит президента Казахстана будет очень успешным. В свою очередь Касымжо Мартом Токаев отметил, что рад впервые посетить Азербайджан в качестве президента Казахстана с официальным визитом, подчеркнув, что нынешний визит имеет для него особое значение. Президент Казахстана Касымжо Мартом Токаев вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву высший орден Казахстана Алтын Кыран – Золотой Орел. Сегодня же президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касымжо Мартом Токаев ознакомились с проектом Центра развития творчества для детей имени Курман Газы, который будет построен казахстанским холдингом B-Group в городе Физули. Председатель Совета директоров холдинга B-Group Айдын Рахимбаев проинформировал глав государства о проекте. Затем состоялась встреча глав двух государств – Азербайджана и Казахстана в расширенном составе, после чего с участием президента Фильхама Алиева и Касымжо Мартом Токаева были подписаны азербайджанно-казахстанские документы. Так, между Азербайджаном и Казахстаном были подписаны декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия. Комплексная программа развития сотрудничества на 2022-2026 годы, соглашение между правительством и торгово-экономическом сотрудничестве, план сотрудничества между Министерствами иностранных дел на 2023-2024 годы, программа по культурному сотрудничеству на 2022-2025 годы, протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестан и Шуша, а также ряд меморандумов о взаимопонимании. В рамках визита президента Казахстана в Азербайджан от имени президента Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Касымжо Марта Токаева. Сегодня, 24 августа, Украина отмечает национальный праздник – День национальной независимости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины. В письме говорится, что многовековая прочная дружба и взаимная симпатия, объединяющие азербайджанские и украинские народы, являются одним из главных факторов, обуславливающих межгосударственные связи и сотрудничество двух государств. Радует, что за прошедший 30-летний период, в течение которого были установлены наши дипломатические отношения, наше взаимовыгодное сотрудничество динамично и последовательно развивалось и поднималось до уровня стратегического партнерства. Президент Ильхам Алиев отметил, что руководствуясь нормами и принципами международного права, уставом ООН, Азербайджан уважает территориальную целостность и суверенитет всех государств, в том числе и Украины. Мы и впредь будем оказывать помощь украинскому народу в гуманитарных вопросах, говорится в письме. Глава азербайджанского государства выразил уверенность в том, что традиционные дружественные отношения между Азербайджаном и Украиной, плодотворное сотрудничество, будут и далее расширяться совместными усилиями в соответствии с интересами двух стран. По случаю Дня независимости Украины Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало поздравление на официальной странице в Твиттер. В публикации отмечается «Мы сердечно поздравляем Украину с Днем независимости и выражаем наши наилучшие пожелания будущего мира и процветания стране по этому радостному случаю». С национальным праздником Украина, говорится в поздравлении. Временно дислоцированные в Лачинском коридоре российские миротворцы готовятся к передислокации. Начался демонтаж постов, установленных на въезде в Лачинский коридор и вдоль дороги со стороны Губадлинского района. Контроль на пропускных пунктов, построек, в которых проживают российские военнослужащие. Российские миротворцы переходят на новый коридор. В Лачинском коридоре начался демонтаж постов, контрольно-пропускных пунктов и построек, в которых проживают российские военнослужащие. Процесс связан с передислокацией российского миротворческого контингента на маршрут новой дороги в обход Лачина, построенной Азербайджаном. Временные посты будут установлены на новом маршруте движения, обеспечивающем связь между Карабахом и Арменией, согласно подписанному лидерами Азербайджана, России и Армении трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Тем временем, как сообщает Калиберас, из разговоров представителей Азербайджана и российских миротворцев стало ясно, что последние армянские жители Лачинского района покинут его к 1 сентября. Недельная заминка, вероятнее всего, связана с остающимися организационными вопросами по передаче функционирующей на этих территориях инфраструктуры, пишет издание в специальном репортаже из Лачина. При этом представитель сепаратистов Айк Ханумян в комментарии российской газеты «Коммерсант» рассказал, что уже в начале этой недели армяне, незаконно проживавшие в Лачинском районе, покинули территорию. Семей там уже нет, все эвакуированы. Оставаться могут только отдельные жители. Часть в Армению переехала, сказал Ханукян. Отметим, что Лачинский коридор, включая Лачин, а также села Забух и Сус, вернется под полный контроль Азербайджана уже завтра, 25 августа. Европейский суд по правам человека не удовлетворил жалобу Армении касательно города Лачин. Об этом командированному в Лачинский район сотруднику «Репорт» заявил заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров. Жалоба связана с тем, чтобы Азербайджан не выступал с ультиматумом по изгнанию армян, проживающих в городе Лачин. Конечно, очевидно, что незаконно поселившиеся люди там не останутся. Если ты легально проживаешь в Лачине, то чего ты боишься? «Раз вы убегаете, то живете там незаконно, это очевидно», – уточнил зампредседателя Верховного суда Азербайджана, подчеркнув, что Европейский суд отклонил жалобу армян. Аскеров также отметил, что Азербайджан в прошлую пятницу представил в Европейский суд по правам человека всю необходимую информацию о том, что армяне сжигают и сносят дома в селах Лачина. В сообщении говорится, что армяне, покидающие Лачин, должны прекратить эти пожары и воздержаться от поджогов. Баку и Анкара обсудили организацию железнодорожной пассажироперевозки. Официальные лица Азербайджана и Турции обсудили удлинение маршрута пассажирского поезда «Восточный экспресс» до Баку, который в настоящее время курсирует из столицы Анкары в северо-восточную провинцию Карс. Как сообщает министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Карейс Майлоглу, на прошедшей в Тбилиси трехсторонней встрече министров транспорта и инфраструктуры Азербайджана, Турции и Грузии наряду с возможностями в сфере грузоперевозок также были оценены возможности пассажирских перевозок. Заявив, что Турция, Грузия и Азербайджан являются дружественными и братскими странами, министр подчеркнул, что продолжаются переговоры по дальнейшему развитию транспортных коридоров. Чем активнее будут развиваться транспортные коридоры, тем крепче возят наше сотрудничество в социальной и экономической сферах, подчеркнул турецкий министр. В Азербайджане повышена акцизная ставка на бензин марки АИ-92. В постановлении Кабинета министров Азербайджана об изменении уровня акцизных ставок на нефтепродукты и некоторых вопросах, связанных с затратами на их транспортировку по территории страны, отмечается, что акцизная ставка на автомобильный бензин АИ-92 повышена с 42 до 42,5%, на дизельное топливо с 18 до 18,3%. Это были все новости на сегодня. Следите за новостями на русском по выпускам Баку Ньюс по будням в 19.00, а также на наших каналах Инстаграм, Телеграм и ТикТок. Всего вам доброго и до встречи.